Ребят, всем привет, с вами, как всегда, Джамбу Макс, и, как вы догадались, мы посмотрим сегодня видео IT-педии по поводу Xbox Series X. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну а также напишите ваши мысли по поводу Xbox Series. Сразу извиняюсь за то, что у меня, возможно, стоит вебка, и это просто балует СОБС-ка, который раз. Ну что ж, погнали! Привет! Позади меня Xbox Series X, это Xbox Series S, что примечательно за 300 бэкс. Дальше видео будет шумящая картинка, потому что я его уже записал, а на камере было ISO 20000. Как-то вышло неизвестно, я бы перезаписал, но это видео про первые впечатления, эмоции, это нельзя перезаписать, ну поймите. Друзья, товарищи, комрады, невзирая на все противоречия, на какие-то предрассудки, на какую-то предвзятость, я искренне вас поздравляю с тем, что наступила новая эра консолей. Сегодня, 10 ноября 2020 года, вышли Xbox новые, и это первые игроки нового поколения консолей. Закончилась старая эпоха, началась новая. Это новая эпоха игр, впечатлений, эмоций, историй, и это потрясающе. Как бы я ни относился к Xbox с предвзятостью, я счастлив, что он есть, и я искренне рад, что он будет составлять конкуренцию, что он будет составлять палки в колеса Sony. Нам нужна конкуренция. Здесь он абсолютно прав, потому что без конкуренции нас могут просто кормить говном. А когда есть такая конкуренция, все будут стремиться к лучшему, предлагать какие-то прикольные идеи, и, естественно, переводить игроков на свою сторону. Поэтому да. Нам, геймерам, всего-то надо, чтобы они грызли друг с другом ради нас, чтобы мы получали бенефит из этого. Поэтому, казалось бы, каким бы Sony боем я не был, сегодня я был искренне счастлив забирать его с магазина. И, конечно, напоминаю, детальный обзор, тесты с другими консолями, все в следующем видео. В этом эмоции и реклама, кстати. Ну, мы ее смотреть не будем. Дальше они оба вышли сегодня, но далеко не всем, кто делал предзаказ. Они сегодня достались. Мне повезло, и примечательно то, что я делал предзаказ, ну, отнюдь не в первые часы, как они только стали доступны. Более того, даже не в первые дни. Я дня через 4 оформил на него предзаказ. При этом я получил раньше тех, кто оформил его раньше. Вот, кстати, да, я слышал такие истории, что неважно, когда ты предзаказал, многим почему-то консоли не дали и сказали, что их якобы нет. Многие приехали в МВидео, дабы показать номер заказа. Кому-то смс пришла, кому-то вообще она не пришла. Лично мне она не приходила. Я опылил статус заказа лично по приложению МВидео, где все было нормально. На сайте ничего нормального не было. Вот, и да, как бы я тоже наслышан, что некоторые все-таки консоли не получили, к сожалению. Но многие-то города, какие-то задержки. Но в любом случае, я думаю, с течением времени все получат. Единственный здесь казус, на мой взгляд, был в том, что ты не можешь деньги вернуть сразу. То есть, например, ты предзаказал в каком-нибудь магазине, влиял полную стоимость, передумал, знаешь, где можно найти прямо сейчас, взять ее с витрины, и в итоге у тебя денег нет, а вернуть их сразу не могут. И в этом проблема. Да, с одной стороны, возможно, несправедливо, но в смысле, мне он нужнее. Мне надо тесты для подписчиков делать. Радостная смс-очка, в 7 утра приходит, дескать, ваш заказ готов. Приходите, забирайте. Класс. Организационная часть старта поколения у Майкрософт, очевидно, гораздо организованнее и лучшее. Ну, тут еще нужно сравнить. Я понимаю, что на плойке может быть больше проблем из-за спроса, может быть, опять же, из-за организации, как он говорит, но, опять же, повторяюсь, были случаи тогда, когда ребятам не выдавали Xbox, и они были вынуждены либо ждать, либо покупать где-то в другом месте. Тем, что Sony не справляется с предзаказами, они выпускают слишком мало консолей, дело не в том, что спрос сумасшедший, хотя и это тоже на PlayStation 5 сумасшедший спрос, гигантский, но, судя по всему, покрыть этот спрос Sony не может не только из-за этого, а просто потому, что они банально неподготовлены. И из-за этой неподготовленности извинялись. С точки зрения простого игрока, Xbox вышел сегодня. PlayStation 5 официально выходит 19-го числа, то есть потенциально покупатель уже 10-го числа может прикоснуться к Next-Gen. Это большое преимущество, на самом деле, но проблема в том, что... Кстати, ну, я понимаю, что это преимущество, но, на мой взгляд, данный разрыв в 9 дней, он небольшой. Вот реально, я помню, когда Xbox One задержался в России на целый год, вот это был жесткий разрыв, потому что все себе накупили плойку, у меня дофига знакомых тоже купили плойку, не дождались Xbox и перешли. А здесь 9 дней, мне, в принципе, кажется, что многие просто подождует. Что 19-го числа вы не получите PlayStation, на вас не хватит. До меня дошли слухи, что в России, я подозреваю, что и в других странах это тоже практикуется, некая кумовство, коррупция присуща всем странам мира. Некоторые популярные сети розничной торговли в России, у них было определенное количество предзаказов, и сотрудники этих магазинов сами эти предзаказы и выкупили, чтобы потом их, эти консоли, перепродавать на черном рынке и зарабатывать с этого. Хитро. Так вот, игрокам, которые оплатили PlayStation 5, им приходит сообщение, что докупите геймпад, еще какую-то игру. Но, справедливости ради, не только лишь все сегодня также могут купить Xbox. Впрочем, неважно, давайте его откроем. Это да, но в некоторых магазинах он все-таки присутствует, его можно найти. Опять же, я не знаю на сегодняшний день, но так или иначе, например, в старт продаж, я сначала заходил, в Xbox не было, потом они появились, поэтому это, мне кажется, нужно лучше спросить у сотрудников магаза. Я уже его распечатал, но отвечаю, не открывал. Я хочу запечатлеть эти первые эмоции вместе с вами. Мне кажется, или он реально счастливый? Так, как он так открывается? Опа, вот так он открывается. Интересная, кстати, коробка. Мне тоже понравилось. Обзоры на Xbox я не смотрел. Я знаю, что многим блогерам его позасылали. Мне почему-то удивительно, непонятно, по какой причине Microsoft Xbox не заслали. Тоже удивительно, почему мне Xbox не заслали. Ладно. Открываем. Открываем. У меня там просто экран. Так. Так. Я готов. У меня, знаете, наверное, типа таких же эмоций было. Ну, реально как-то, распаковка новой консоли, это действительно прикольно, инновационно, классно. А, он запечатан. Вот он. Вот он. Вот она, детина. Ох, какой он. Смотрите. Ох, нифига. Тяжелый. Одной рукой, на самом деле, его сложно приподнять. Это реально, потому что он весит 5 килограмм, и плюс у него форма такая. Так скажем, он реально увесистый. Тяжелый. Пауэр, йо, дримс. Ля. Ля. Ля какой. Ля какой. О, я знаете, как этот, Сэм Портер из Death Stranding. Мой ББ. ББ. Так. Тяжелый, чуваки, тяжелый. То есть, он не подойдет, чтобы его запихнуть в чемодан и увезти куда-нибудь. Но, фиг его знает. На самом деле, он довольно-таки компактный. И я даже, наверное, в рюкзак его без проблем запихнул. То есть, да, он тяжелый, но компактный. Предыдущее поколение Xbox One X, он был плоский, длинный, продолговатый, прямоугольный. В этом, конкретно в этом смысле, если надо постоянно перетаскивать, он был удобнее. Так, давайте откроем его. Скоку. Ля. Ля. Когда я его раскрыл, реально были те же самые ощущения. Когда ты его раскрываешь, ты видишь его корпус вживую, и ты понимаешь. Вау. Это красиво. Ля. Ля. Смотрите. Блин. Слушайте, он прикольный. У меня такое ощущение, как будто он перейдет на зеленую сторону. Вот реально. Реально холодильник. Действительно, как холодильник. Они же показывали, что они... Мне, кстати, очень нравится маркетинг Microsoft в этом поколении. Они принимают свои... Я не могу сказать, что это ошибки. Они принимают мемы. Куча мемов про то... Он коцнутый. Он коцнутый. Какого черта он коцнутый? Майк... Коцентрами его заслали. Честно, я хотел бы... Сорян, здесь просто реклама была, и поэтому такие вот нарезочки. Такой холодильник. Он прикольный. Обалдеть. Это Xbox. Это Xbox. Это тоже Xbox. Это тоже Xbox. Чтобы Xbox можно было вот так переложить. Когда вышел Xbox One X... Нет, Xbox One... Да, Xbox One X. У них с неймингом, конечно, трудно. Его нельзя было ставить вертикально, и в самом начале поколения начали шутить, типа, Xbox не стоит. Теперь Xbox и стоит, и лежит. Было, по-моему, такое. Там, кстати, прикалывались над Sony, дескать. Как положить Xbox? Вот так. А как положить PlayStation 5? Надо открутить эту подставку и прикрутить ее сбоку. Дескать, на Xbox это гораздо быстрее. Да, только... Но это не совсем эстетично выглядит, когда вот такая шайба торчит, но здесь вот такое... Кстати, это претензии не только от него. Действительно, многие говорят, что... Ну, да, это сбивается некая эстетика, потому что, опять же, круг на квадрате. Но, в любом случае, стоит очень клевый. Тем более, вот на ту полку, куда я приметил его поставить я, я его положу вот так вот. То есть, этой крышки я не буду видеть вообще. Прикольное углубление. Наверное, кто-то хотел бы, чтобы оно было плоское, но если бы он весь был плоский, это было бы, наверное, не прикольно. Так и есть какой-то дизайнерский почвык. Опять же, мне очень нравится PlayStation 5. Ну, по-моему, об этом не знает только ленивый или у кого нету интернета. Она прогрессивнее в плане дизайна, она современнее, футуристичнее. Но она подойдет не под каждую комнату. Это реально так. Но и этот неплох. Серьезно, мне нравится. Тут Xbox, на самом деле, офигенно сделать дизайн, потому что он впишется практически в любую комнату абсолютно, потому что везде есть, грубо говоря, прямые углы. Он такой минималистичный, аккуратный, брутальный, брутализм. Вот знаете, вот стиль брутализма, это прикольно, это здорово. Так, USB 3.0. А, отвратительно. Что, Type-C нет, что ли? Обалдеть, здесь нет Type-C. Вроде next. А зачем там Type-C? Ген, куча терафлопс, но не до конца. Первые эмоции мне нравятся. Это будет первое включение нового поколения консолей. Звук привычный. Классический, скажем так. Ну, а где подсветка? На фотках светилось. Возможно, в рендеринге роликов казалось, что да, действительно будет светиться. Но то, что она не должна светиться, по-моему, показали практически сразу после того самого рекламного ролика. Если что, там просто такая оптическая иллюзия, просто покраска, ну, для того, чтобы, наверное, придать дизайном истинный цвет Xbox. А там оно просто подкрашено. Я думал, будет подсветка. Нет. А где подсветка? Она там просто подкрашена. Видите, она здесь просто подкрашена, а в видосах она у всех так светилась. Не, ну, это создался такой эффект, по факту она никогда не светилась. Она здесь на коробке такая яркая, я думал, она подсвечиваться будет. Блин. PlayStation она будет подсвечиваться, кстати. Ну, здесь факт, да. По высоте они с PlayStation 4 Pro, ну, практически идентичны. Есть к нему такая претензия, он очень маркий. То, что вы сейчас видите, это я его, чуваки, протирал. Это геймпад. Насчет того, что там остаются некие пятна от рук, да, действительно так, но тут нужно просто иметь, видимо, сухие руки. Потому что, если когда они немножко жирные, они оставят отпечатки. Если нет, то нет. Геймпад Xbox Series X. Я наслышан о том, что у него какая-то уникальная текстура, которая похожа на персики. Логинов забайтил всех. Отвечаю. Дескать, она не очень приятна чувствительным людям. Давайте сейчас заценим. Да нет, нормально. По текстуре это просто soft-touch пластик. Ну, блин. Он мне, знаете, больше напомнил какой-то в карбон soft-touch. Он, по-моему, немножко другой. И именно soft-touch это как у элитки. Насколько я помню, soft-touch покрытие. А здесь он... Ну, на самом деле, насчет пластика, да, он действительно другой. И ощущается намного лучше, чем у контроллера Xbox One. Я потому, что уже долгое время на нем поиграл. Ну, считайте, где-то уже дня два. И когда я беру в руки геймпад от Xbox One, он мне кажется уже более дешевым. Это нельзя как-то понять словесно, это нужно просто потрогать. Немножечко другой ход кнопок, в отличие от предыдущего... Сейчас я предыдущий возьму. Это от прошлого поколения, но одна из последних ревизий. Нет, по-моему, они одинаковые, но вот если честно... Чуваки, этот же... Этот лучше. Ну, он как-то добротнее, что ли. Здесь совершенно другая крестовина, она летая. Она и такая не самая удобная крестовина по сравнению с PlayStation 5, но она была лучше, чем вот эта. Тут доля правды есть, потому что к ней нужно привыкнуть. Я тоже немножко при игре испытал некий дискомфорт. Именно когда играл в мартуху, у меня не получалось перепрыгать через соперника, делать какие-то комбы. Я просто думал, что если нажать на эту штуку, то он будет, грубо говоря, использовать вот, вот, якобы вот такой вот ход. Нет, он так не делает, и к крестовине действительно нужно привыкать. Плюс она громкая. Вот такая вот. Ну, это как бы, это по факту. Но опять же, к крестовине, мне кажется, просто нужно привыкнуть. Он мне меньше нравится. Новый геймпад мне нравится меньше, чем геймпад от прошлого поколения. Это сначала к нему нужно привыкнуть, потому что я тоже, по первому впечатлению, он мне понравился. Когда я поиграл, он мне понравился не так сильно. Но когда я к нему привык, то рукояти кажутся намного удобнее. Опять же, к бамперам привыкаешь, к уркам привыкаешь. Просто, просто привычка. Вот смотрите, как здесь нажимается кнопка. Она обалденно приятно нажимается, триггер. И как здесь? Старое поколение. Бампера тоже сделали. Новое поколение. Он стал хуже. Понимаете, в сферическом вакууме он неплохой. Но у меня-то есть опыт использования этого геймпада, и он прикольнее. Здесь крестовина объективно лучше, она разделеннее. А здесь она слитая. Насколько же она мерзко звучит? Насколько она лучше звучала раньше? Кстати, у него, мне кажется, прожатая кнопка. Не знаю почему. Мне кажется, у него немножко прожатая кнопка. Потому что, давайте еще один геймпад возьмем. Мне дихерища. Не, у меня работают не так тихо. Ему, возможно, повезло в этом плане. Практически вообще никак. Я пока вводил данные кредитной карты, вот эта вот штука, это очень неприятно. Оно прям неприятно. На ощупь и тактильно мне эти нравятся больше. Они глянцевые, они не царапаются. Кстати, что удивительно. Эти матовые и здесь вот эта рифленность, она на ощупь не очень приятная. Мне наоборот понравилось, как-то прикольнее что ли. Прежде чем проблема, это старый геймпад. Поколение новое, мощности новые, игры новые. Геймпад старый. Насчет старого геймпада я сделаю отдельный видос полного разбора. Я просто 7 лет безотрывно по сути играл на геймпадах Xbox One. И скажу я вам, что за счет того, что изменений визуально здесь немного, по факту они даже немножко разные. Вот форма рукояти очень разная, покрытие, нажатие кнопок, даже немножко, мне кажется, даже сделали ту же стики. Опять же, по моим впечатлениям. Это знаете, данный геймпад больше похож на некое обновление, которое должны заметить те, кто очень сильно привык к Xbox One. К простому пользователю, который, ну так, просто поигрывал на этом геймпаде, да, разница будет, наверное, неощутима. Но для тех, кто вот именно играл дофига и чувствовал этот геймпад там, я не знаю, всей душой, то на самом деле изменений много, реально много. От геймпада PlayStation 5 абсолютно все в восторге. Это безумно важный элемент, потому что от геймпада, от того, какая там вибрация, какие возможности, от этого зависит очень много. Я тоже это слышал, тоже интересно. Сколько люди рассказывали про эти вибрирующие триггеры, про то, как они имеют зоны упора и разными разработчиками. Допустим, у тебя заклинило оружие в игре, у тебя будет заклинивать триггер. У тебя сильно натягивается тетива, а триггер будет тебя давить назад, то есть тебе надо будет на него сильнее нажимать. Там HD-вибрации, куча всего такого. PlayStation 5, точнее DualSense, он не оставляет никакого шанса этому геймпаду. Я очень расстроен. Насчет вот этой технологичности, нужно просто посмотреть, будут ли вот эти все фичи, которые в DualSense, вставлять в новые игры. Потому что вспоминаем DualShock, там было тоже много инновационного по сравнению с данным геймпадом, ну с геймпадом Xbox One. А в итоге все эти фичи практически не использовались в игры, поэтому, да, там можно дуть, опять же, триггеры, но самое главное использование это в играх. Когда оно есть и не используется, тогда у меня вопрос, зачем это? У Xbox One, по сути, самый удобный геймпад по сегодняшний день, и они не стали делать ничего нового, по моему мнению, из-за того, что он и так удобный. И все вот эти вот приколюхи, они чаще всего не используются. Если они не используются, то зачем они? Да, я понимаю, что с точки зрения новой покупки это может быть какой-то минус, по типу, я не испытал нового экспириенса, но для того, чтобы просто удобно играть, этого вот так вот достаточно. Я надеюсь, что будут новые ревизии, где они качество улучшат, ну у них же есть Xbox Elite Controller, но он для старого поколения, для нового нечто подобное 100% сделал, потому что тот хорошо продавался. Если что, старый Elite Controller можно подключить и к новому Xbox, и, по сути, продолжать пользоваться. Здесь встроенный блок питания. В принципе, во всех последних Xbox'ах встроенный блок питания, но Xbox One X, когда вышел, он был вот с такой огромной бандурой. Xbox One, FAT, не X. В X-е не было бы этого, блок питания. Которая грелась, она весила килограмм. И провод был огромный. И, кстати, HDMI кабель у него тоже, у Xbox One X тоже был огромный, у него все было огромное. Он просто был якобы под дизайн Xbox'а, да, немножко, так скажем, квадратненький. Но, опять же, такой не минус, а просто как придирка, наверное. В принципе, это весь комплект. Друзья, обнаружен еще один интересный подвох, на этот раз с геймпадом. USB-C. Отлично, прекрасно. Вот что-то в комплекте этой коробки... Его нет. Ммм, небось ради экологии, да? У вас же точно дома есть один лишний кабель на USB-C и на USB-A, да? Безобразие. У меня куча кабелей на USB-C, на USB-C. Но не на USB-C, USB-A. Я не знаю почему, но у меня как раз-таки вот USB Type-C и простой USB-шник, просто дофига проводов откуда-то. Ну, потому что у меня не айфоны, у меня Xiaomi, и поэтому, видимо, вот так вот повезло. Итак, какой мой самый... А так, то, что не добавили его в комплект, ну да, может быть, кому-то и обидно, но, опять же, это невелика потеря. Во-первых, впечатление от интерфейса Xbox'а. Алло, это тот же самый интерфейс, где next-gen, алло? Вот. Знаете, многие удивляются next-gen, типа, блин, капец, там все то же самое. Но я не понимаю, почему все удивляются, если это было известно давно, прям практически с самого начала. То есть, ну, опять же, может быть, кто-то не следил за новостями для того, это может быть какое-то минусовое открытие, типа, блин, да как так? Но когда я покупал Xbox'ы, когда я его настраивал, когда вот тут просто трогал и использовал, включил, я уже понимал, что будет абсолютно везде. И как бы у меня не было каких-то, блин, да как так? Те же самые плиточки, все то же самое, вообще, в чем разница? В заставках. Она анимированная. Притом, я не могу сказать, что с точки зрения стилистики, дизайна он какой-то плохой. Нет, он вполне солидный, современный интерфейс. Но у него есть одна большая проблема, что в сравнении с PlayStation'овским интерфейсом, с Nintendo'овским, он безумно нагруженный и сложный. Какого-то черта игры перемешиваются с приложениями, понимаете? Вот есть PlayStation'овский интерфейс, да? И там игры, это все. А все остальное, это уже на втором плане. У Xbox'а все намешано, перемешано, оно не интуитивно понятно. На мой взгляд, это просто дело привычки. Вот реально, потому что я всю жизнь пользовался Xbox'ами. Я, по сути, сначала до конца был с Xbox One'ом. И данный интерфейс мне невероятно был понятен, удобен. И даже если бы я им, наверное, никогда не пользовался. Например, у плойки 4, когда мне Vigil давал поиграть, кстати, подписывайтесь на его канал, я, признаться, не разобрался сразу. И, опять же, это просто дело привычки, к нему нужно привыкнуть. По факту, то, что я видел на плойке 5, он мне, наоборот, показался неудобный и немножко нерационально расположен. По типу, ты видишь большую картинку, где-то там слева вверху ты видишь маленькие иконки. Но, опять же, это нужно привыкать, надо тестировать все на вкус и цвет. Оно разбросано. В интерфейсе PlayStation'а разберется абсолютно любая бабка. Я сначала не разобрался, правда. Притом, мгновенно, как только включит PlayStation. С Xbox'ом, конечно, тоже можно разобраться, но надо время. У Xbox'а реклама на главной странице, какие-то скидки, какие-то ивенты, какие-то дополнительные игры, я вообще не хочу этого всего. Консоль нужна, чтобы играть. Игры — это приоритет, и у Xbox'а вот странные приоритеты. PlayStation'овский интерфейс, ну, по крайней мере, старый, с новым я еще не сравнивал. По части интуитивности и понятности он ему уступает. Далее еще одна проблема. Я его включаю и такой, а почему такое плохое качество? Что не так? А меню в 1080, оно не поддерживает 4К. Чего? Это реально так, да, дашборд не поддерживает 4К, пока что. Много кто кидал к этому претензии, якобы вот эти анимированные картинки выглядят немножко плохо. Но, опять же, я просто не придираюсь к разрешению, мне главное просто, чтобы все работало. Почему меню нового поколения консолей, самой мощной консоли в мире, не поддерживает 4К? Вы серьезно? Есть кастомизация, ты можешь поменять цвета иконок, можешь некоторые ненужные разделы из меню убрать. В целом, кастомизация, ну, ничего особенного. В целом, про него говорить больше нечего. Это старый интерфейс, это несколько обидно, потому что, ну, ты купил новую консоль, ты хочешь Next Gen, а тебе хочется что-то нового. Ну, хоть немножко освежите, ну, хоть что-нибудь добавьте. Опять же, только заставки. На самом деле, Xbox стал неким айфоном. Грубо говоря, какую бы версию ты ни купил, ты купишь тот же айфон. Здесь то же самое. Какую бы версию ты ни купил, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X, все равно будет это один и тот же Xbox. Мне кажется, оболочку сделали ее одинаковой для того, чтобы без проблем выкатывать одни и те же игры, чтобы была обратная совместимость одни и те же функции, одна экосистема. Я объяснение вижу только в этом. В целом, я не могу сказать, что своим дизайном он вызывает какие-то восторженные эмоции. Не, дизайн клевый. Он достаточно консервативный, строгий, минималистичный, он не приковывает к себе взгляд, из-за этого он не выделяется из общей массы аксессуаров, техники на моем рабочем столе. Я к тому, что та же PlayStation 5. Вы понимаете, насколько она более броская, пестрее? Это же похоже просто на системный блок, как будто это компьютер. В целом, я говорю как есть, он мне симпатичен. Это просто коробка. В принципе, это были все мои впечатления и эмоции. Его, конечно же, надо сравнить с Xbox Series S, с Xbox One X, с PlayStation 5. Короче, тестов предстоит очень много. Это реально интересно. Мне предстоит много чего проверить. Я с этим не буду торопиться. Но и затягивать тоже не буду. Поэтому... Так, ну на этом, в принципе, все. Хочу сказать так, что я удивлен тем, что было, в принципе, более-менее объективно. Реально, потому что... Ну, он не засрал. Он, мне кажется, уже отходит от этих войн, которыми он занимался раньше. И действительно, по факту, по большему счету, он просто поделился своими впечатлениями. Поэтому как-то, не знаю, агриться на то, что он сказал, или искать какой-то изъян. Да нет. Ну, на самом деле, все так и есть. Опять же, это его впечатление. Мне, например, в каких-то моментах показалось чуть по-другому. Но вам, может быть, показаться вообще не сопоставимо ни с его мнением, ни с моим. Поэтому напишите свое мнение в комментариях. На этом, в принципе, все. Рад, что Леха, в принципе, объективен. Не засирает и не устраивает войны, как в восьмом поколении. Вот. Ему желаю удачи в использовании Xbox. Надеюсь, он ему понравится в плане игры. Использование мне лично пока все нравится. Вот. Не забывайте подписываться на канал, писать свое мнение о данном видосе. Вот. Не забывайте нажимать на колокольчик, потому что там планируется тоже очень много видео по Xbox и CRS. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok